Всем привет! С вами канал Артмания. Буду говорить негромко, потому что у нас уже ночь и все спят. Ролик, наверное, по названию вы ролика поняли, что что-то не так. У нас небольшая проблема и мне нужен ваш совет. Мне нужен реально ваш совет. Да, кстати, снимаю ее в своей комнате. Смотрите, какие у меня классные обои. Первый раз снимаю первый ролик на этом фоне и будет у нас такой не очень приятный ролик, скажем так. У нас проблема такая, что пришла соседка и говорит то, что стена, которая наша коридорная, стена как бы ее с той стороны, то есть с той, ну ее квартиры, стоит диван и он вибрирует. Когда она сидит на нем, она ощущает вибрацию, а у нас эта стена, она голая, там ничего нет. И вот она к нам пришла и требует, чтобы мы что-то изменили, что вот эта вот вибрация идет от нас. Хотя стена голая, пустая, ничего там нет. Говорит, может быть холодильник у вас так вибрирует. Я говорю, ну у нас-то тишина идеальная, тишина в доме, ну в квартире. Может быть стиральная машинка, я говорю, ну она не может сама по себе просто взять и включиться. Там я стираю раз в две недели. Уже даже реже стирать стала. Ну нет, не поэтому, нет. Вот, то есть блин, она сказала, типа решайте что-то делать, иначе я буду вызывать милицию и Ростпотребнадзор милицию, потому что у меня бегает ребенок и якобы все это слышно. И то, что я разговариваю очень громко и слышно каждое слово. Ну громко может быть, да, я, наверное, начала разговаривать громко после ремонта, потому что во время ремонта было шумно и приходилось громко разговаривать очень. Вот, ну то, что бегает ребенок, он не бегает у меня с утра до самой ночи, но чуть-чуть там побегает и все. Но прошлую неделю, да, он много бегал, он действительно очень много бегал, сейчас гораздо меньше. Больше, наверное, дети вот там наверху прям вот бегают, меня реально прям вот слышно, особенно по утрам. Но, блин, ну я же не иду в милицию. Блин, вот просто, знаете, вызывать милицию, чтобы сказать, знаете, вот она позвонит, здравствуйте, вызываю там, можно, пожалуйста, мне в милицию там. А Эль, приезжайте, здесь бегает за стенкой ребенок. А она еще такая пришла, говорит, типа, вот у вас ребенок целый день бегает, вроде обед, нужно спать, а у вас ребенок бегает. Я говорю, как обед? Я думаю, а время так быстро прилетело, что ли? Время час. Я говорю, у меня ребенок ложится спать в два. Нет, вот ребенок должен ложиться в час, обед, а у вас вот он бегает, я буду вызывать милицию. Представляете? Я думаю, в каком, вообще, где она живет? Думаю, блин, это Россия, какая нафиг милиция? Что, милиция придет, меня штрафует за то, что у меня ребенок не спит? Блин, это просто глупость какая-то. Ну ладно, это еще ладно, это цветочки. Но то, что у нее, знаете, диван вибрирует. Говорит, вы что тут думаете? Потому что Роспотребнадзор, говорит, уже прошел по всем квартирам. То есть наверху две квартиры, внизу две квартиры. Говорит, только к вам не пошел, потому что вы мои соседи. Я хочу решить с вами мирно. Я говорю, вызывайте, вызывайте. Говорю, пускай. Говорит, ни у кого ничего нет. Вибрация идет только от вас. От них ни от кого не идет, только от вас идет вибрация. Говорит, посмотрите. Говорит, зайдите, посмотрите. Говорит, у нас стена голая. что от нее может идти что может быть идти от нее если бы у нас была вибрация от холодильника мы бы слышали а к вам бы доносилось а ну да 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 точно может стирать машинку но я по ночам не стираю я не стираю целыми сутками напролет короче у нас вот такая вот проблема ждем милицию не знаю зачем правда то что у меня ребенок бегает наверное вот он уже конечно испугался от этого всего что нам вызовет милицию хотя с милицией он не знаком но он был сильно напуган вот старается меньше бегать начинает играть больше вот разговаривать громко нельзя мы ходим теперь на цыпочках разговариваем шепотом а знаете вот больше у меня шок то есть я живу в своей квартире то есть это не вот там соседка допустим вот в соседней комнате да то есть она другая в другой квартире живет соседней то есть я живу в своей квартире плюс я должна ходить на цыпочках говорить шепотом не включать музыку у меня не должен бегать ребенок он должен ложиться спать вовремя я не знаю это это кошмар какой-то мы вчера да мы уже вчера она приходила по-моему на днях дня два назад где-то позавчера позавчера что я сейчас уже не помню мы эти дни уже ходим тихонечко ребенок старается уже не бегает разговариваем тихо думаю если думаю еще раз она придет если еще раз она придет я точно врублю музыку я поставлю этот музыкальный центр к ее стенке и пускай она там наслаждается слушать причем кстати самое интересное двери закрываются щелчком она не слышит ребенок спать ложился у нас какое-то время было какой-то водопад в батарее в батарее водичка капала и сыну это мешало он просыпался и пугался я включала ему радио радио как бы играло тихо но было слышно во всей квартире даже на кухне то есть реально прямо было слышно она не пришла она не слышит как бы это очень странно когда стена стоит молчит она слышит а когда играет музыка в комнате то есть ну специально ночь то есть она играла эту музыку у него всю ночь то он боялся уснуть у него истерика просто была когда он играет музыка он ее не слышит когда там как водичка капает в этой батарее отключается отопление там она капает знаете наверное А еще до Нового года, то есть до Нового года еще ремонта у нас не было. У нас стоял, кто наверное помнит, смотрел музыкальный центр вот этот у вас с басами, он стоял у нас там на кухне. И как-то она там, я ее встретила что-ли, что-то она пришла или что же, проходила мимо что-ли, короче я не помню. Я у нее спросила, не мешает ли ей музыка. Она сказала, не-не-не-не, мне даже тихо-тихо совсем слышно, не слышно почти. Хотя потом выяснилось, что вот эта наша дверь, короче звук пропускает, то что если допустим человек будет стоять в коридоре, он будет слышать о чем я разговариваю на кухне. Представляете, прям все, каждое слово слышно. Как-то раз была ситуация, мама пришла и как раз она заходила, мы ее не услышали, разговаривали с Димой на кухне. И говорит, я обо всем слышала о чем вы разговариваете, полностью, говорит, обо всем. То есть и у соседки точно такая же дверь. То есть музыка ей должна была сто процентов мешать. Причем она там, мне кажется, во всем подъезде была слышна эта музыка. Но нет. Ей она не мешает. А вот именно вот стена, от которой идет непонятная вибрация, ей мешает. Причем самое интересное, она подвинула, то есть после Нового года у нас как раз был ремонт, она этот диван подвинула к этой стене, говорит, я сижу на диване и чувствую, как он вибрирует. Вы представляете, как этот диван вибрирует? Я думаю, какие-то даже ощущения, что именно вот диван, именно вот этот диван вибрирует, да? То есть а другая мебель, по сути, наверное, нет. То есть до Нового года диван стоял в другом месте, около другой стены. И именно вот после Нового года она его передвинула. Говорит, надо что-то делать. Говорит, я не могу жить уже в этой квартире. Говорит, я не могу жить. Говорит, это кошмар. Говорит, я буду вызывать милицию. Говорит, хорошо. Говорю, вызывайте. Говорю. Я уже думаю про себя. Я уже думаю, ради Бога, вызови как можно быстрее. Эту милицию, этот Роспотребнадзор. Но пускай они уже придут и что-то сделают. Пускай они проверят, пускай они у нее там походят, я не знаю. Уже что-то сделают, чтобы она от нас отстала. Говорит, я к вам прихожу уже четвертый раз, и вы ничего не делаете. Я говорю, я не знаю, что делать. Говорит, я просто не знаю. Говорит, что мне избавляться от холодильника, где я буду хранить продукты? Мне избавляться от стиральной машинки, где я буду стирать. То есть блин, я говорю, что делать, ремонт переделывать? Ну нет, 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 конечно нет. «Нет, нет». Я говорю, что мне… «Ну, ребенок у вас вот бегает». Я говорю, ну ничего. Я говорю, связать что ли? «Ну, нет, нет». Я говорю, а что мне делать? «Ну, я не знаю. Ну, подумайте. Что вы можете сделать?» То есть вот такая вот у нас ситуация. Честно говоря, я просто была уже в шоке. Потому что, когда она пришла до этого, то есть она приходила и просто говорила, что какая-то вибрация. Как бы не могла что-то сделать, а просто, что у нее вибрация, что она уже так больше не может. То есть просто вот тогда оставшиеся три раза. По-моему, даже она приходит раз вместе, я так поняла. Вот. Хотя, может быть, и не раз вместе нет. То есть сейчас она уже требует, что мы что-то сделаем. Но я не знаю, что делать. Понимаете? Я не знаю, что можно сделать. У нас только что закончился ремонт. И сейчас вот мы с вами пойдем прослушивать стену. Я послушаю стену. Я уже до этого послушала ее. Просто сейчас ролик вставлю туда. Такой вот штучкой. Это вот врачи слушают сердечко. Тишина. До этого я сейчас там ставила стакан. Сейчас мы с вами тоже пойдем посмотрим. Стакан ставила. Ну, думаю, может быть, от сладости на вибрации. Да? Тоже на полу будет вибрация. То стакан с водой будет двигаться чуть-чуть. И водичка тоже будет двигаться. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Этот стакан стоит около стены. Он не вибрирует нифига. Давайте его попробуем. Поставим здесь на кухне. Около холодильника. Сейчас он перестанет трястись. Ну, не знаю, вы слышите, как работает холодильник? Нет, не трясется. Ну, стиральная машина, конечно, сама по себе молчит. Сама по себе она не включается, не работает. Она слышит, что в основном у нее слышны звуки с утра и ночью. С утра мы еще спим. Тишина. Тишина. Вот в чем проблема. Представляете, у нее диван вибрирует. То есть это вибрация на диване. Это какая должна быть вибрация? Это сильная должна быть вибрация. Блин, я даже не знаю, я в шоке, честно. И она приходит. Мы только про нее чуть-чуть там позабудем. И она приходит. И приходит, говорит. И у меня, говорит, сейчас вот недавно. Ну, она в последний раз пришла, говорит, был брат. И сказал, типа, если ты ничего не будешь делать, говорит, я подам милицию на них. Не знаю, блин, я просто в шоке. То есть, получается, и брат, что ли, почувствовал эту вибрацию дивана. Блин, короче, я не знаю. Напишите мне в комментариях, кто досмотрел до конца. Я не думаю, что здесь... Сколько? А, за десять минут я успела рассказать всю историю, которая длится у нас четвертый месяц уже. Напишите в комментариях, что можно сделать. Да, и когда она первый раз в жизни к нам пришла, когда мы сюда въехали, я сразу поняла, что она с приветом. Она реально с приветом. Ну, мама сказала, если бы действительно прошел Роспотребнадзор, он бы, ну, как вот все квартиры, да, как она сказала, всех обошел, у всех тишина. Она говорит, это значит, ваша квартира. Мама говорит, он бы и к тебе зашел сто процентов. Они бы так и так зашли бы. Она бы ничего не смогла сделать с этим. Вот. Может быть, у нас дома, конечно, не было. Мы всегда дома сидим вроде. Постоянное время. Надо было спросить, когда он там был у меня. Не знаю, короче, странно. Странно все это. Что там за такая вибрация? Причем у нас-то стена голая. У нее с той стороны диван. Не знаю, мне кажется, это где-то сверху. Обычно у нас все сверху. Идет вниз все звуки. Мне кажется, это сверху. Может, холодильник какой-то стоит около стены. И вот эта вот, не знаю, опять же, вибрация. Что ж, диван вибрирует. Не знаю, мне что-то вообще не укладывается это в голове. Вот. Мама говорит, сходи сама, посмотри. Нет, что-то не знаю. Боюсь я. Я хочу, конечно, пойти вот вместе вот с этой вот штукой. Но мне кажется, я ничего не найду. Ничего не увижу такого. И просто, мне кажется, будет с ней скандал. Он скажет, что не чувствуешь разве вибрация? А я буду как дура сидеть. Нет, не чувствую. Где я, где я вибрация? Что, о чем вообще? Какая нафиг вибрация? Мне кажется, это будет, честно, это будет вот так. Она говорит еще, что, может быть, я надеюсь, что с Божьей помощью эта вибрация прекратится. То есть, она ходит еще добавок в церковь и молится на диван, чтобы он прекратил вибрировать. Не, ну здесь сто процентов что-то не так. Ну, бегают дети, например. У меня наверху соседи тоже бегают дети. Я вам даже об этом говорила, рассказывала. А дети бегают особенно в девять, нет, с восьми утра выходной день, когда Дима у меня уходит к маме, а я хочу поспать до двенадцати, например. И у меня в восемь утра каждый раз будут вот эти вот дети наверху. Но я ни разу туда не поднялась и ни разу не вызвала милицию, чтобы посодействовать как-то. Зачем? Это дети. Это дети. Они бегают. Ну ладно, я посплю в другой раз. Ну не знаю, может я такая просто. За этой стенкой, например. У нас было очень часто, сейчас реже, ну периодически бывает, поют всю ночь караоке. За этой стенкой Блин, что я буду вызывать милицию Я буду идти туда, в соседний подъезд Вызывать милицию, разбираться с ним Пускай люди отдыхают Пусть отдыхают А ей вот не имется Как же Я каждое ваше слово слышу, как вы разговариваете Это очень громко Когда приезжает свекровь, думаю, она еще громче разговаривает Что-то она про нее ничего не говорит Мы посмотрим Какое-то время до следующего ее прихода Поживем тихо А там будет видно А там, может быть, в коридоре петь начнем с вами Плясать У нас еще есть синтезатор Например, мы можем поиграть на мозгах Я это очень люблю В коридоре, например Тогда она точно милицию вызовет А еще сказал, что какой-то закон Вышел 17 апреля Где штрафы Я не выговорю это слово Узешточенный Ужесточенный Что-то я не могу это слово в последнее время выговаривать Вот Или штрафы, или наказание Не, штрафы, наверное Наказание навряд ли Приедет милиция и меня, допустим, заберет за то, что у меня ребенок не спит Не знаю, в каком веке мы живем Ну, мы не в каком-то там уж совсем Уже 20 У нас уже год даже 21 Ребенок не спит Какой-то я не знаю Кошмар Короче, у нас вот такая вот ситуация Я вам рассказала все Даже 15 минут Это все заняло Рассказала вам все, как и есть И ролик, наверное, выйдет этот в ближайшие дни Потому что мне нужен ваш совет Мне нужны ваши советы Пишите все туда, прямо в комментариях Ставьте лайки Или, может быть, дизлайки Не знаю Я постаралась вам рассказать, как это есть Я надеюсь, что меня слышно Говорю тихо я Потому что у меня там ребенок спит Уже у нас 12 ночи Чтобы не разбудить его Сегодня у меня первая ночь Спит без радио Я надеюсь, что ночью не начнет капать батарея Потому что периодически она немножечко бывает Капает Вот Вот такие вот у нас дела Подписывайтесь, кто не подписан Я надеюсь, что меня посмотрят много народу И много народу напишут комментарии Потому что у меня ваш комментарий Очень-очень нужен, очень важен И давайте С вами был канал Artmania Всем пока-пока